Здравствуйте, господа. Сегодня у нас Борис Палант, адвокат, который друг нашего континента и член нашего клуба. Борис, добрый день. Приветствую, Лена. Я рад приветствовать всех, кто нас видит и слышит. Сразу замечу, что Борис Понедельник не мог быть в силу того, что я, в общем-то, не могла разговаривать и был праздник. Поэтому всех наших зрителей мы еще раз поздравляем с текущим праздником Песах и мы продолжаем тихо, спокойно выходить из рабства. Присоединяюсь к поздравлению. Сегодня у нас четверг, четверг 25 апреля, который мы давно ждали, потому что именно сегодня начались слушания в Верховном Суде по делу иммунитета президента, 45-го президента Дональда Трампа. Борис, ты следишь за вообще тем, что происходит в Верховном Суде? Более или менее. Сегодня просто работал почти весь день, но временами... Я знаю, тему я знаю, какую они обсуждали. И будем ждать решение Верховного Суда по вопросу, имеет ли президент Трамп иммунитет, бывший президент Трамп иммунитет против уголовного преследования. И тут есть узкие и широкие подходы к этой теме. Иными словами, как происходит слушание? Вот каждая сторона, ну это как одна сторона, поскольку это дело Трамп против Соединенных Штатов или Соединенных Штатов против Трампа, это Соединенные Штаты против Трампа. Почему? Потому что эту петицию подал Джек Смит, который представляет Соединенные Штаты, федеральный прокурор. Значит, позиция его такая, что Трамп вмешался в процесс выборов президента. Трамп помешал этому процессу. Трамп вступил в сговор с другими людьми для того, чтобы помешать процессу. И коронации законно, с точки зрения Соединенных Штатов, выбранного президента, нового президента Байдена. Вот, это, если это все правда, то это федеральное преступление. Но тут есть ряд защит. Как всегда, существует не одна защита, существует много защит. Это как вот фехтование. Когда для обыкновенного человек окажется, что фехтовальщик просто машет саблей или рапирой. А всего есть восемь положений рапиры. Я знаю, потому что занимался фехтованием когда-то. И то, что для кого-то беспорядочное движение, это только восемь положений. И все. Так вот, точно так же в юриспруденции существуют определенные защиты, которые ты можешь выдвинуть. Допустим, первая защита. А у Трампа иммунитет против судебного преследования. Он, когда он собирался сертифицировать, но не он лично, но он вступил в сговор, чтобы была сертификация новых электоров, которые его изберут президентом. Значит, можно сказать следующее. Он это исполнял в роли президента США. Потому что он видел или он полагал, что были нарушения. И поэтому, как президент США, он обязан бы вмешаться. Поэтому эти действия никак не могут быть ему вменены как преступление, поскольку он закрыт как броней иммунитетом. Ну, другие защиты какие могут быть. А я этого не делал. А у меня было временное помешательство. А это и не преступление. То есть разные защиты. В данном случае Верховный суд США занимался только одной темой. Это кажется, что одной, но эта тема была такая. Все ли действия президента США, действующего президента США, покрытой этой броней, которая называется иммунитет против судебного преследования. И Верховный суд США любит играть в игру, которая называется гипотетические вопросы. И они задают, члены Верховного суда США задают гипотетические вопросы, как прокурору, так и адвокату в данном случае. Ну, вот один из вопросов был адвокату Трампа. Скажите, ну, вот если вы утверждаете, что все действия президента США покрыты этой броней иммунитетом. Допустим, президент США хочет избавиться от своего конкурента. И он посылает специальный отряд, чтобы просто его убить. Что тогда? Он тоже, это же преступление явное. Это, так сказать, небольшое превышение полномочий, как бы, взять и такое сделать. Так что, президент все равно закрыт этим иммунитетом? Все равно его нельзя судить? И вот сегодня как раз шел разговор о том, какие действия подпадают. Но дело в том, что нет еще решения какой-то нижней инстанции, что Трамп совершил действия, которые подпадают либо под личные, либо под президентские. И поэтому, что может сделать суд? Суд может отправить на доследование. Вот рассматривайте, когда придете к каким-то фактам, будем, может быть, заново решать этот вопрос. Если такое произойдет, то это покупка времени для Трампа, поскольку ему важно дотянуть до 5 ноября, когда будут выборы. Если Верховный суд США решит, что надо принять решение быстро, и в течение двух недель издаст свое решение, и оно будет в пользу Трампа, замечательно. Тогда Джек Смит, который люто ненавидит Трампа, и посвятил, как и многие другие прокуроры во всех делах против Трампа, они, как бы, посвящают свою жизнь уничтожению Трампа. Значит, если Верховный суд возьмет сторону Трампа, многие дела заканчиваются. Если нет, то тогда это может быть просто необходимая покупка времени. И поскольку дело, которое ведет Джек Смит против Трампа, является федеральным, а мы сейчас говорим об вашингтонском деле, о речи, которую Трамп произнес, которая якобы подстрекала людей идти на штурм Капитолия, ну тогда это дело рушится. Мы будем с нетерпением ждать и посмотрим, чем дело закончится. Но речь идет, повторяю, насколько широко трактуется понятие президентские действия, как представителя, высшего представителя исполнительной власти в Соединенных Штатах. Дело в том, что мы сегодня говорим о том деле, которое никогда подобных не существовало. И в Конституции не прописано, что такое иммунитет и что такое президентская защита. И поэтому вот те девять человек, которые являются сегодня судьями Верховного суда, они ищут ответы на вопросы, которые до них никто не решил. И поэтому сегодня они вполне осведомлены о том, кто ответственности, каждый из них сказал, из этих девяти судей, каждый из них высказался о том, что они понимают свою ответственность, меру ответственности. И как сказал Горсич, мы пишем правила на века. То есть сейчас прописаны правила, по которым будут в дальнейшем жить граждане Соединенных Штатов Америки и президенты тоже. Но мы можем заглянуть немножко вперед. Если, например, суд примет такое половинческое решение и скажет, что да, вот где-то ограничено, где-то не ограничено, и мы не отменяем вот эти решения, которые были выдвинуты, обвинения выдвинуты Смитом, мы просто переносим это во времени и даем возможность человеку пройти свой путь к 5 ноября. Если Трамп побеждает, одна картина может быть, если Трамп проигрывает, может быть другая картина. Вот давай рассмотрим эти две картины. Трамп победил. Если Трамп победил, то все федеральные дела, которые против него, федеральные дела против него, это Вашингтон, его речь, призыв якобы к восстанию, это маралага, это секретные документы, это два федеральных дела. В этих делах Трамп может простить самого себя и дело с концом. Ну, это называется presidential pardon. Мы уже говорили об этом. Да, да, да. Право президента на помилование кого угодно включает самого себя. Итак, два дела, но их всего четыре. Какое? Третье дело у нас в штате Джорджия. Фонни Уиллес знаменитое. Это дело штатное. Там Трамп себя простить не может. Трамп – это федеральная власть. То дело, которое сейчас в Манхэттене, прокурор Элвин Брэг, это то, что называется «hash money case», где Трамп заплатил деньги за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс и обвиняется в том, что он помешал, что он нарушил закон, федеральный закон о выборах. Но, тем не менее, это дело штатное. Здесь тоже Трамп себя помиловать не имеет права. Ну, скажем так, что ни одно из этих дел не имело права на существование. Ни одно. Но дело в том, что, если спросить американцев, а вы тоже так, вы присоединяетесь к мнению Бориса Паланта, Элона Дорчевитса и других, которые вот так считают, что ни одно дело не имеет права на существование, то ответы будут другие. Почему? Потому что твои ответы зависят от того, где ты, откуда ты берешь информацию. Это CNN, это MSNBC, это NPR, это Fox News, что Newsmax, какие-то блоги, откуда ты берешь информацию. Если ты посмотришь, наберешь просто на Google, неважно, Манхэттенское дело, Hush Money, Stormy Daniels, будет страница за страницей, где Трампа просто сравнивают с землей, что такой он и сякой он, и как блестяще прокурор сказал, и как великолепно и объективно судья сказал, и как Трамп посрамленный вышел, и гадости против него, я не хочу даже повторять гадости, которые пишут про него. Не хочу. Если послушать Fox News, то, несмотря на то, что наше с тобой отношение к этой новостной организации сильно изменилось, в частности из-за Такера Калсона и того, что он вытворял, но, тем не менее, это гораздо более объективный источник информации, чем вышеперечисленный. То есть многое зависит от этого. И, разумеется, вот я сказал, дело не имеет права на существование. Ну и что? Присяжные все это выслушают, удалятся на совещание в комнату для присяжных, и там скажут, ну, разумеется, дело не имеет права на существование, через пять минут выйдут и оправдают Трампа. Нет. В том-то и дело, что несмотря на то, что это самое слабое дело против Трампа, я имею в виду 130 тысяч долларов для Сторми Дэниелс, несмотря на это, принимая во внимание, что в Манхэттене 85% населения, которое имеет право проголосовать, проголосовало за Байдена, то, хотя нам нужен всего лишь один человек, который не согласится, но тем не менее, шансы в пользу прокурора. Ну, потому что просто в Нью-Йорке очень много демократов. Означает ли это, что среди 12 не найдется ни одного здравомыслящего человека? Конечно, нет. Я надеюсь, что найдется и может быть больше, чем один. Но тем не менее, та информация, которая уже просочилась об участниках джюри, говорит о том, что эти первые, по-моему, семь человек, о которых я читал, говорит о том, что они скорее против Трампа, чем за. То есть, это не нейтральные люди, это скорее люди, которые демократы, и они, конечно же, против Трампа. Будем смотреть. Но этот суд идет, этот суд сейчас как раз достигает своего пика. Я имею в виду деньги для Stormy Daniels, деньги за молчание. И сегодня в Нью-Йорк Таймс была опубликована интересная статья очень. Это профессора юриспруденции Шугермен есть такой, который изложил просто свое мнение. Я сейчас не помню, с какого он университета, где он преподает право. По-моему, это Бостон. Возможно, я просто не помню. Но он сказал следующее, что вот выплата этих денег за молчание, назвать это вмешательством в президентские выборы, это означает девальвировать понятие вмешательства. Что же тогда мы будем говорить, когда на самом деле будет происходить какое-то вмешательство. И затем он говорит, что прокурор до сих пор, но не сам Элвин Брэк, а выступал, кто-то из его помощников, которые ведут это дело, сказал, что прокурор до сих пор четко и ясно и конкретно не сказал, а собственно говоря, вот в чем именно состоял вот этот вот самый нелегальный акт, действие, которое нарушало закон. И заодно хотелось бы знать, вот какой же закон федеральный или штатный был нарушен. И затем Сугерман говорит следующее, речь идет о президентских выборах. По самому, по своему определению это федеральное должно быть дело, федеральная юрисдикция. Речь идет не о каком-то штате, а речь идет о стране. Выбирают президента США. И есть организация, которая называется FEC, это Federal Election Committee, которая имеет свои правила, которая устанавливает свои законы. Так вот, интересно то, что федералы в свое время, они отказались предъявлять обвинения Трампу. Они просто умыли руки и сказали, не видим ничего особенного. И Брег, Элвин Брег, штатный прокурор, тоже сначала отказался. Но потом появился, как же его фамилия, этого помощника Брега, который опубликовал книгу. Забыл сейчас его фамилию, выскочило из головы. Которую он начал описывать, и в том числе обвинил это, почему-то они не начали. И он как бы подстегнул. А тут уже и новые президентские выборы подошли. И тогда встал вопрос. Мы об этом говорили, но я еще раз постараюсь объяснить. Встал вопрос, как сделать из преступления. Прокурор же утверждает, что Трамп сделал махинации со своими бухгалтерскими книгами. Махинация заключалась в том, что было выписано чеки на Маркла Коуэна, который своих денег заплатил Сторми Дэниелс, и вот Трамп с ним расплачивается. Так вот, даже если никаких там юридических услуг кого не оказывал, а просто вот то, что произошло cooking, cooking the books, cooking the books, готовка книг пугательских имеется в виду, это преступление, которое является misdemeanor, мелкое преступление. Мелкое, меньше года тюрьмы, а каждое преступление имеет срок исковой давности. Это преступление имеет по-моему года или два. Это означает, что после прошествия двух лет судить человека уже нельзя. И чтобы вы поняли, но это все равно, что через десять лет вдруг вас вызывают в полицию и говорят, вы знаете, вы ехали с превышением скорости десять лет тому назад. Что? Когда? Чего? то есть бред. Как я могу сейчас защищаться? И на каждое установлено есть преступление, которое вообще не имеет срока исковой давности. Например, убийство. Это штатное преступление, изнасилования во многих штатах нет. Вот когда поймают, тогда и будут судить, сколько бы лет не прошло. Но это преступление варенье книг имеет года или два, а прошло гораздо больше. И надо сделать felony, то есть серьезное преступление. И тогда придумали. А теперь я хочу сказать, кто придумал и что придумал. И вот я прочитал, что есть такое издание, называется Politico. Политико назовем. что оказывается журналисты обнаружили, что существует группа адвокатов и юридических экспертов, которые собирались каждую пятницу на зуме, где они разрабатывали стратегию борьбы против Трампа. Борьбы юридической. И я могу сказать следующее, что это наверное может быть хуже, чем когда собираются мафиозники, которые решают как устранить конкурента, когда собираются юристы. Когда они устраивали вот эти совещания на зуме, разумеется никакой записи, аудиозаписи или видеозаписи не шло. Они обсуждали стратегию, проговаривали. Да, обычно хозяин, ну хоуст, то есть который устраивал эти митинги. Ведущий, ведущий. Ну ведущий. Норм Элсон. Норм Элсон был специальным прокурором и он был в администрации Обамы и он также участвовал в первом импичменте президента Трампа. И вот этот человек собрал команду и они значит кто туда входил Билл Кристалл значит Джордж Конвей который основал Линкольнский проект то есть очень мощные юристы юридические эксперты которые разрабатывали вот те стратегии и те дела которые сейчас и ведутся против Трампа. Они пригласили на одно из своих совещаний значит адвокатесу которая представляла Джин Кэрол которую якобы Трамп пытался изнасиловать в этом самом примерочной магазине Бергерф Гудман где она значит рассказывала как что чего и свои какие-то пять копеек вставляла участвовал даже такой если ты помнишь Джеффри Тубин это замечательный кстати весьма весьма компетентный юрист который был пойман за очень неприглядным занятием во время одного одной из передач это было во время ковида была передача по зуму ты помнишь да что именно он говорил ну я могу сказать поскольку у нас взрослые слушатели и зрители он не знал что идет видеозапись он участвовал в круглый стол назовем который был по зуму как очень многое было по зуму во время ковида и он начал заниматься анонизмом во время перепадки понятно помню у нас все взрослые все понимают но это не говорит о том он идиот но с точки зрения знания это говорит о том что даже толковый юридический эксперт по жизни может быть идиот но ничто человеческое не чуждо кроме совести это никак одно не может не обязательно противоречит другому я знаю массу тому пример так вот он принимает участие тоже в этих митингах и значит вот это вот адвокатша которая представляла Кэрол эту даму на которую якобы набросился Трамп она рассказала как ей удалось выиграть приемы юридические которые она принимала вот так вот они значит то есть они разработали стратегии тактику борьбы с Трампом да совершенно точно у меня вопрос тогда у меня ряд вопросов есть связанных непосредственно с этими стратегиями смотри мы имеем дело в Манхэттене с людьми которые непосредственно связаны с с властью демократическим большинством те которые помогали родственники помогали эти люди вообще не должны участвовать в процессе потому что они заинтересованы в лесу точно так же на этой неделе уже было доказано и показаны документы о том кто и как инициировал налет на Мара Лага там непосредственно это связано было с FBI и с руководством FBI которые получали все указания из Белого дома это тоже уже есть то есть у нас получается целая цепь вот таких вопросов на которые должны кто-то дать ответ ответы мы не получаем далее продолжается узурпация власти в социальных сетях фактчекерах когда мы видим непосредственную связь администрации Белого дома администрации президента с теми письмами которые они посылают например СНОПС который является фактчекером и далее все что ты не пишешь тебе мгновенно отчекивают и говорят ну 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 здесь нельзя ты скользь сказал о том что сейчас слушается там ключевой есть вопрос этот ключевой вопрос заключается было ли восстание как они называют или его не было потому что это главный вопрос на который нужно ответить если восстания не было все остальное о чем мы вообще говорим мы пытаемся определить попытка переворота то что называется инсурдженс ну всегда начинает анализ со словарного значения берется авторитетный словарь скажем Webster или Oxford сравнивается Webster Oxford разные словари затем смотрят на протоколы собраний законодателей когда они формулировали законы они очевидно могли быть какие-то дебаты и что-то могло быть там смотрят на то что говорили отцы основателей во время своих дебатов как они понимали восстание а потом каждая сторона на основании своего анализа докладывает суду что мы считаем что восстание было потому что были вот такие такие-то признаки ну на это им отвечают ни в коем случае восстания не было потому что отсутствовали такие-то признаки и судья горяет молоточком своим гелл и говорит было или не было так у нас не было даже разбирательства было это или не было вот мы мы сейчас берем следствия какие-то последствия обсуждаем не обсуждая главного было восстание или не было восстания дело в том что этот вопрос поднимался возможно не раз потому что уже сколько людей которые 6 января были по близости или в самом здании Капитолия уже были осуждены то есть вполне возможно этот вопрос поднимался просто мы не знаем и я я не могу ответить на этот вопрос потому что мне кажется мне кажется что здравый смысл говорит о том что какое восстание просто какое может быть восстание когда нет плана восстания когда ни у кого нет оружия когда нет структуры восставших вообще никакой никто не знает друг друга толпа пошла то есть абсолютно что это спонтанное восстание произошло вот все услышали речь Трампа просто воодушевились идемте идемте что идемте без ничего что делать что мы идем делать вот если спрашивать мы идем свергать кого вот именно кого президент вот стоит то есть мы идем очевидно хотим набедокурить в конгрессе чтобы не произошло не произошел последний этап выборов а именно у нас есть электоральный колледж когда от каждого штата электторы эти электторы должны сертифицировать голоса и каждый электр представляет какой-то штат или столько-то электров представляет штат и вот подсчитывается и объявляется победителем именно этому процессу должны были восставшие помешать и пошло поехало когда начинают это называть в этом же и происходит девальвация понятий когда это начинают называть восстанием какое-то восстание а подожди ты говоришь девальвация понятия а может это просто подмог подмена понятий одно дело одно дело ты опускаешь в названии или поднимаешь название уровень старостей которые кипят другое дело ты подменяешь эти понятия восстания которые не было хорошо тогда это не девальвация просто подмена понятия подмена понятий хорошо мы сейчас живем четвертый год вот в этой состоянии подмены понятий и нас заставляют они понимаешь когда вот в информационном шуме все время звучит восстание 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 народ реагирует на восстание и все что сейчас происходит когда идет судилище трампа мы говорим о том что каким образом при том потоке дезинформации который выливается потоки ненависти хейт спича против президента трампа выливается можно найти хоть одного объективного притяжного они все они все подвержены вот этой информационной мы не будем заранее говорить можно ли найти одного объективного притяжного мы же еще не знаем я надеюсь что да но мы не можем одного достаточно для того чтобы испортить всю эту музыку достаточно одного человека а теперь смотри полным ходом идут вопросы может ли трамп потерять право голоса на президентских выборах 24 то есть может ли он вообще оставаться со своим голосом и что-то сказать ему сейчас запрещают говорить давай не путать голос сказать иметь право голоса то есть за кого-то голосовать вот что такое право тут речь идет о том что если он будет призван виновным может ли он дальше я не так понял а как я понял я читал статью которую ты мне прислала с просьбой просмотреть как ты понял расскажи я понял следующее я понял что это вообще не имеет никакого значения почему потому что речь идет о том кто имеет право голосовать и если Трамп будет признан виновным и станет то что называется фелон то есть уже осужденный человек признанный виновным в совершении тяжелого преступления то имеет ли он право голосовать а не быть избранным это совершенно разные вещи я об этом голосе секундочку так вот эта статья была посвящена вопросу имеет ли Трамп право голосовать отдать свой голос за себя или за кого угодно или право там ни слова не было сказано о праве быть избранным поскольку конституция США является главным документом там совершенно не сказано о том что как мы знаем человек может находиться в тюрьме и быть избранным это не является дисквалификацией о чем-то наши основатели думали когда они решали этот вопрос о чем-то они думали и они решили что поскольку это могут быть это может быть месть со стороны конкурента его посадили я рассказывал даже о деле когда в 1918 году именно так и было при Вудровице и поэтому а имеет ли право Трамп голосовать да кого-то волнует допустим не имеет значит Трамп получит на один голос меньше свой собственный имеют вот и все смотри мы сейчас с тобой говорим о таких вещах странных с нашей с точки зрения стран с нашей точки зрения когда все заранее сфабриковано заранее подготовлено мы понимаем откуда руки растут ноги растут и это все продолжает свою безнаказанность полная безнаказанность действий тех людей которые устроили фактически переворот в стране потому что это система которая работает исключительно демократическую партию подчиняется белому дому подчиняется администрации президента силовые структуры которые должны быть вне партийной драки они работают только на Байдена его администрацию как в этой системе можно противостоять вот этой системе находясь в позиции положений Трампа положение республиканцев которые его поддерживают положение тех миллионов людей которые будут хотят за него голосовать когда на наших глазах создается беспрецедентное потому что ну назови мне вот такую травлю которая в истории Америки была ты помнишь такую историю скажи мне Лена вот скажи мне следующее в России ФСБ Следственный комитет полиция Росгвардия преследуют людей суды все подкуплены подкуплены А мы в России уже скажи мы в России или в Китае Я не закончил вопрос Да При этом ни один судья не посмеет признать человека невиновным если ему позвонят и дадут соответствующие инструкции и тогда ты спросишь мне скажи вот как в такой системе бороться мой ответ будет не знаю не знаю как Навальный как Яшин как Карамурза ответа на этот вопрос нет потому что жаловаться некуда теперь ты мне даешь задачу и говоришь все силовые структуры работают на Белый дом и на демократов суды куплены как в такой системе бороться если бы это было все на самом деле так то я бы сказал никак никак потому что жаловаться некуда у нас больше трех ветвей власти не существует поэтому никак терроризмом самоубийством не знаю как но мы еще до этого не дошли у нас по-прежнему есть три ветви власти у нас которые позволяют мы видим на наших глазах что происходит в Нью-Йорке что происходит кстати в Аризоне сегодня вот то что давай не будем менять тему но это все продолжение одной и той же темы нет 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 примеров тысячу есть я не хочу разбирать то что не имеет отношения прямо к нашему вопросу и так ты считаешь что три ветви власти больше не существует что конкретно о количестве я не говорю я просто говорю что это привет для власти у нас настолько взаимосвязано Лена в Нижней Палате Конгресса большинство у республиканцев в Верхней Палате Конгресса в Сенате минимальное большинство у сенаторов в Верховном Суде США большинство у консерваторов 6-3 президент сейчас демократ хорошо и это все это конец это конец все уже нету трех ветвей власти ты сейчас пошел в область теоретизирования я тебе говорю о практических вещах а я говорю о супер смотри Борис ну даже я вопрос нет нет секундочку обожди если ты меня сейчас начнешь обвинять в том я тебя не обвиняю я украл нет ты говоришь сейчас я начал о теоретических вещах это я считаю и есть обвинение не в страстном преступлении но в том что я это сказал я не буду выслушивать пятиминутную речь по поводу того чего я не говорил так вот я хочу сказать следующее я никакой теоретической модели не выстроил я говорю о практике каждый день и тысячу раз в день система доказывает что у нас три ветви власти это не теория это практика и любой адвокат демократ или республиканец тебе это подтвердит наша система работает она плохо работает в отношении пока что Рудольфа Джулиани Дональда Трампа и нескольких избранных людей конечно я это понимаю я это прекрасно понимаю если найдутся среди наших зрителей великие теоретики которые скажут а что же он этого не понимает у нас уже ничего не работает ладно безусловно безусловно суды над Трампом я считаю как я уже сказал они ничтожны ничтожны с точки зрения юридической но это не означает что наша система вообще перестала функционировать что у нас диктатор что у нас ФБР ЦРУ и прочие организации Госдеп все они по обмановению там палочки в руках Байдена или кого там кто за ним стоит Обамы и исполняют что угодно то это не так то это не так скажи обратное я тебе приведу аргументы против того что ты говоришь потому что я отслеживаю внимательно все что происходит именно в системе взаимоотношений исполнительной власти законодательной и как это все происходит дальше у нас когда Белый дом руководит ФБР и когда он дает им указания они его исполняют когда Белый дом и не Белый дом а демократы устраивают Раша Гейты и это им все сходит с рук и все никого не наказывают а там непосредственно Салливан исполнитель а Салливан у нас кто советник президента нынешнего и когда мы смотрим эту цепочку указов которые поступают и мы знаем кодовые названия Бара Лага как называется ФБР как назывался Трамп и мы видим эти документы мы видим эти документы то возникает вопрос почему же никто не реагирует на то что происходит на наших глазах я объясню объясняю если ты хочешь сказать что наша система коррумпирована да то я с тобой соглашусь слепой только этого не увидит конечно я с тобой соглашусь сам факт того что как Трамп явился жертвой жертвой вот этого страшного орудия которое называется сговор юристов причем юристов это просто те юристы стратегии выдумывали а есть прокуроры и специальные прокуроры которые осуществляют но ты сказала о трех ветвях власти и тут вопрос возникает куда в итоге пойдет дело если оно попадет к такому суде как Хуан Мерчан или Мерсон если оно попадет к Тане Чуткан то дело плохо если оно попадет к такому суде в Джорджии как Мэкафи то я не знаю куда скорее плохо чем хорошо если оно попадет как этой самой Алин забыл я фамилию которая Кенон Айлин Кенон то не так уж может быть и плохо как мы знаем но в итоге оно попадет в апелляционную инстанцию в итоге оно может попасть в Верховный суд США где в общем-то такого базара уже нет в этом же суть этой системы трех ветвей власти что несмотря на то что абсолютная гниль вот это вот болото которая завелась в Вашингтоне несмотря на это та система которую заложили отцы-основатели хотя она работает тоже скрипя но работает вот о чем я говорю что рано или поздно это дело попадет либо к суде консервативному который мог назначить сам Трамп или даже еще Рейган оно может попасть в Верховный суд США где не каждый это Кетанджа Джексон или Соня Сатамайор а там еще есть и наши там еще есть Сэма Литт там еще есть Клэренс Томас я о Роберсе не говорю о главном суде то есть иными словами эта система еще функционирует еще еще так все еще все в этом в этом мире еще и ты еще и я еще поэтому и система еще нет такой вот империи если Америка империя это второй вопрос империя она не империя не буду сейчас об этом говорить большое государство вечно не существует и Рим не существовал и так далее и тому подобное Борис и Афгенгрия в общем не об этом мы говорим ничего вечного нет но тем не менее уже сколько лет и все-таки все-таки мы еще ползем несмотря на весь этот ужас который нас сейчас окружает где непонятки а что есть свобода слова а что есть там а является ли право на аборты фундаментальным правом имеет ли женщина это право которое якобы даровал Господь Творец это все вопросы и и и кругом непонятки и мы все ждем ответа только от одного органа от Верховного Суда США и то что сейчас творится в Соединенных Штатах Америки я уже перехожу меняю тему так сказать о том что происходит на кампусах университетских у меня вопросы еще по делу Трампа есть короткие да ради бога Медус Медус Джулиане остальным 11 республиканцам и и адвокатам которые принимали участие в команде Трампа сегодня предъявлено обвинение опять таки в расследовании выборов 20-го года в 24-м году вдруг просыпается Аризона и устраивает вот такое судилище очень похожее на то которое есть Джорджи вот как с этим поступить вот они вдруг проснулись с этим поступить вот так садимся я к примеру адвокат Джулиане садись Руди и так покажи в чем же тебя обвиняют ага понятно ну давай подумаем какие у тебя защиты первое я этого не делал второе срок рисковой давности истек третье я был сумасшедшим четвертое то что я сделал вообще не преступление и вот мы начинаем что делать что притвориться что этого нет нельзя значит начинаем работать кстати у тебя деньги есть нету окей нету значит я буду бесплатить вот и все поэтому вопрос что делать что делать защищаться что еще можно делать защищаться где в суде начнем с того что мы подадим такое-то ходатайство всякое ходатайство эти ходатайства как в шахматной партии вариантов множество сначала мы попросим там чтобы суд выкинул это чтобы суд то протестуем против этого а где вы добыли эту информацию нелегально протестуем и вот так мы будем сопротивляться надеясь что мы доживем до выборов Трамп станет президентом и помилует тех кто был ему верен в том числе Руди Джулиани а теперь смотри апелляционный суд Нью-Йорка постановил в общем-то просмотреть пересмотреть дело Харви Вайнстайна это тоже сегодня у тебя есть что сказать по этому поводу вдруг они как мать и как женщина ты возмущена или рада я мне как-то по барабану а что тебя это интересует ну просто интересно потому что секс-крайм конвитшн это ну хорошо а ты а вот ты нет ты меня не спрашивай как мать и как женщину ты как адвокат и мужчина скажи как ты оцениваешь вот это все я тебе могу сказать как я оцениваю потому что суд вернее так я тебе могу повторить что суд сказал апелляционный это же не моя теория а я тебе повторю что сказал суд это мужская теория я так понимаю никакая не мужская это теория нет смотри это очень интересный вопрос юриспруденции вот например да они сказали следующее что вы использовали в суде против Харви Уайнстейн или Уайнстейн вы использовали показания женщин женщин других которые не судили его вообще иными словами вы хотели показать и вы хотели его представить перед присяжными как просто подонка как плохого человека скабрезного человека и вам это удалось и вы на этом основании вы его добились его осуждения не на основании конкретных показаний жертвы по этому делу а вы создали его портрет а так оно не играет потому что если мы будем портреты создавать то человек который уже там скажем своровал пять раз конечно его и в шестой раз осудят если прокурор скажет то что вы хотите он пять раз своровал посмотрите ты бы хотела так нет потому что это было бы несправедливо пять раз своровал а шестой не я бля буду скажет он если он настоящий вор вот не я когда я так я а сейчас не я так и это очень интересная вещь юриспруденции неужели мы никогда не можем взять и сказать присяжным кто же перед нами сидит ответ можем но для этого должны быть специальные условия если мы хотим показать модус операнди этого человека например например этого человека осудили за то что он там я не знаю входил в банк грабил и всегда оставлял там какую-нибудь записку там шаббат шалом не знаю что по пятницам грабил не имеет значения что но 10 или он всегда последнюю жертву целовал никакая разница в банке все лежат на полу последнего человека у которого он забирает кошелек он целует и так мы знаем это называется модус операнди модель поведения модель вот совершения преступлений и вот наконец мы ловим человека ловим его просто полицейские врываются и его ловят там скажем или неважно как но мы знаем что он сделал то же самое и мы можем сказать так вот он же сделал то же самое и там когда мы хотим доказать модус операнди мы можем привлечь прошлые дела если он ну было установлено что это делал он ну это психологический портрет фактически создается ну скажем так что это сродни психологическому портрету сродни безусловно вот и и тут Харви Уайнстин который конечно же у него у него не было модуса операнди по-настоящему потому что он был в этом плане очень гибок и мог себе позволить и то и все и пятое и десятое и теперь у суда у прокурора нью-йоркского дилемма поскольку отменено решение апелляционной инстанцией отменено решение суда судить не его заново а это разрешено это не является дабл джаприди повторный суд за одно и то же его же никто не оправдывал эта апелляционная инстанция просто сказала было нарушение его каких-то прав конституционных вот судить заново или не надо он получил я не помню сколько лет то ли 26 лет отсидел уже тоже но дело в отчим дело в том что он же все равно не выйдет сейчас на свободу потому что он сидит 18 лет ему Калифорния дала за калифорнийские дела со мной стороны он может быть воодушевлен ну что ж сейчас Нью-Йорк выиграл а потом Калифорния там глядишь и свободным будут но это я уже не знаю не буду гадать но по крайней мере сейчас перед Нью-Йоркской прокуратурой стоит вопрос потратить еще миллион два на то чтобы его заново осудить уже без привлечения потусторонних каких-то дел либо да какая разница будет сидеть 18 лет по Калифорнии вот так это вообще когда ты смотришь вот со всем тем что происходит вот это такая клака какая-то вокруг тебя и мы с тобой хотели поговорить о том что происходит в кампусах но ты знаешь мне кажется что сейчас дело в таком развитии идет и каждый день что-то новое появляется поэтому мне кажется лучше так постарай со стороны понаблюдать пока а потом дать уже юридическую оценку когда будут окончательно какие-то действия сделаны я никак не возражаю я тогда как всегда попрошу денег и я попрошу денег не только для Украины я хочу попросить денег для нашего друга и друга Украины это журналист это писатель это боевой фотограф Сергей Лойко который болен нехорошей болезнью и который нуждается в химиотерапии лекарства очень дорогие он в Украине при этом заметьте он российский гражданин живет в Украине ну понятно почему он живет в Украине потому что конечно же он проклял и осудил эту войну потому что он он вступил в терраборону или да вступил в терраборону он просто нет Борис он он снимает фильмы он показывает войну он показывает людей войны он на войне 71 год да и он он его ружье его автомат это его камера конечно это это наш друг у него есть награды от газеты Лос-Анджелес Таймс он человек который на самом деле проявил свои недюжинные таланты в журналистике в репортерстве и вот просто ему нужны деньги для того чтобы оплатить лечение которое может спасти его жизнь я так же как продолжаю собирать деньги для помощи Украины я имею ввиду тактическое медицинское оборудование лекарства какие-то и так далее когда вы будете делать донат на бориспаланты тяху дот кам либо через Зел либо через PayPal пожалуйста укажите это для Сергея Лойко или это просто Украина потому что ну это важно чтобы я знал я могу передать Сергею Лойко эти деньги либо Украине и ну мы конечно же должны помогать тем ну на наших глазах просто вот человек которого мы можем спасти давайте не пройдем мимо вот все что я имею сказать по этому вопросу я хочу дополнить что Сергею Лойко я хорошо знакома уже много лет я его снимала я с ним беседовала я с ним общаюсь постоянно я знаю чем он занимается это глаза этого человека показали миру вот тех самых киборгов вот то начало большой войны которое мы еще тогда не понимали что это будет большая война с 14 года он там 14 года он персононон грата российской федерации вот о чем мы говорим с Борисом и поэтому мы очень просим вас проявить ну помощь нужна только если Борис спасибо тебе пожалуйста спасибо тебе слава Америке да и амисраэль хай с праздником всех еще добавить слава КПСС но не буду ну дело в том что мы никогда не были членом той партии поэтому я могу себе позволить пошутить да только вы помните что это шутки мы встретимся на следующей неделе с Борисом обязательно так что оставайтесь на канале континент подписывайтесь всех вам благ до свидания